Дамы и господа, начинается торжественная церемония вступления Владимира Владимировича Путина в должность президента Российской Федерации. Вносится государственный флаг Российской Федерации и штандарт президента Российской Федерации. Российской Федерации Российской Федерации Интересно, что разработана такая форма была к столетию Первой Отечественной войны, то есть еще до революции. А сейчас знаменосцы проходят по центральной дорожке Георгиевского, затем последуют Александровский и Андреевский зал. Следующий Александровский зал единственный, где есть и живописное изображение сцены жизни Александра Невского, но назван зал в честь Ордена Александра Невского. Это, в свою очередь, единственная такая награда, которая была в России во все три памятные нам эпохи. До революции императорский орден святого благоверного плоди Александра Невского. В годы Великой Отечественной был учрежден советский со звездой Ордена Александра Невского. С недавних пор Орден Прееста Александра Невского есть и в Новой России. Ну и сейчас дальше Андреевский зал. Он так назван в честь Ордена Святого Андрея Первозванного. Высшие государственные награды и сегодняшней России. Именно в этом зале и будет принесена присяга. В этом зале, как мы уже сегодня видели в начале трансляции, не только государственные деятели. Здесь же много молодых лиц. Причем не только из обеих столиц, из Москвы и Петербурга, а, например, с Дальнего Востока Урала, из Иркутска, Воронежа, Крыма, Татарстана и так далее. Это и студенты-волонтеры, и артисты, музыканты, и наши прославленные спортсмены. И, конечно, здесь герои России, кавалеры Ордена за заслуги перед Отечеством Первой и Второй степеней, а также главы дипломатических миссий. Всего же в общей сложности внутри кремлевских залов сейчас 3,5 тысячи человек. И еще полтора тысячи на Соборной площади, всего 5 тысяч. Вносится Конституция Российской Федерации и знак президента Российской Федерации. И вновь сначала Георгиевский зал. Золотом на его белоснежных стенах нанесены имена Георгиевских кавалеров, традиция которой возобновлена, когда Орден был возрожден. Остальной декор залов – цвета Георгиевской ленты, которая, кстати, была и у Советского Ордена Славы. Но, как мы сказали, нас, конечно, интересует и политический, конституционный символизм сегодняшней церемонии. Итак, знак президента Российской Федерации включает в себя крест Ордена за заслуги перед Отечеством Первой степени, девиз которого – польза, честь, слава. Цепь знака состоит из звеньев, на обороте которых – фамилия, имя, отчество, благо государства и дата вступления в должность. Но сначала, конечно, конституция, однако, если продолжить разговор о знаке, то меж инаугурациями хранится он здесь же в Кремле, но не в Большом Придорском дворце, а в Сенатском корпусе, в Зале Наград, в рабочей резиденции президента. Но сейчас именно Большой Придорский дворец и вновь дальше после Георгиевского залы Александровский и Андреевский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы вновь видим Александровский зал, а дальше Андреевский, естественно. И мы, кстати, не сказали про всех, кто находится в Андреевском зале. Там же президентский оркестр и сводный хор, ансамбля имени Александрова и академического Большого хора «Мастера хорового умения». Именно в их исполнении мы услышим сегодня Гимн России. А пока же здесь, в Андреевском зале, институцию и знак президента сейчас поместят на специальной подставке возле перегоны, где глава государства и принесет присядок. Субтитры создавал DimaTorzok Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин Председатель Конституционного Суда Российской Федерации Валерий Дмитриевич Зорькин Итак, места на подиуме заняли Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин По Конституции разделение исполнительной, законодательной и судебной властей это основа того, как устроено современное российское государство главой которого является президент Он уже здесь в Кремле, но сейчас пока в своей рабочей резиденции Продолжение следует... Продолжение следует... И сейчас в прямом эфире кабинет президента в Сенатском корпусе Кремля куда ему поступает сигнал о том, что в Большом Кремлевском дворце уже все готово В предыдущий раз Владимир Путин избрался в президент из поста премьер-министра и ехал в Кремль из дома правительства Сегодня переезд будет внутри Кремля Вообще, это редчайший случай, когда мы видим не только кабинет президента хорошо известный по кадрам официальной хроники но, судя по всему, сейчас увидим и его приемную Да, действительно, глава государства провожает его референт А дальше коридоры высшей российской власти А мы ведь почти никогда не видели, где и как президент в Кремле ходит с работы и на работу А дальше коридоры высшей оцениваем Открым А дальше коридоры высшей оцениваем Продолжение следует... 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 и аниматизм из Александра Невского. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Итак, Владимир Путин уже внутри Большого Кремлевского дворца, но еще не в его парадных залах. И скоро, совсем скоро, его увидят те, кто уже собрался там. Большого Кремлевского дворца Большого Кремлевского дворца Большого Кремлевского дворца Большого Кремлевского дворца В соответствии с частью первой статьи 82 Конституции Российской Федерации При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу, утвержденную Конституцией Российской Федерации Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации Защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства Верно служить народу Владимир Владимирович, Путин вступил в должность президента России Россия, священная наша держава Россия, любимая наша страна Нам, чая, воля, великая слава Твое достояние на все времена Славься, Отечество, наше свободное Радских народов союз вековой Славься, страна Мы гордимся тобой От южных морей до малярного края Раскинулись наши леса и моря Одна ты на свете, одна ты такая Хранимая Богом, родная земля Славься, Отечество, наше свободное Радских народов союз вековой Славься, страна Мы гордимся тобой С широким простором для мечты и для жизни Радских народов союз вековой Радских народов союз вековой Радских народов союз вековой Радских народов союз вековой Владимир Владимирович Путин Уважаемые граждане России Дамы и господа, дорогие друзья Приветствую всех граждан нашей великой Родины и соотечественников за рубежом Всех, кто смотрит или слушает трансляцию этой торжественной церемонии Всех, кто присутствует здесь в исторических залах Кремля И на древней соборной площади В эти минуты Вступая в должность Президента России Особенно остро осознаю Свою колоссальную ответственность Перед каждым из вас Перед всем нашим Многонациональным народом Ответственность Перед Россией, страной Грандиозных побед и свершений Перед тысячелетней Историей российской государственности И нашими предками Их мужество Неустанный труд Непобедимое единство Священное отношение к родной земле Вечный пример преданности Отчизне Считаю своим долгом и смыслом Всей своей жизни Сделать все для России Для ее настоящего И будущего Мирного и процветающего Для сбережения и продолжения Нашего великого народа Для благополучия В каждой российской семье Заверяю вас Целью моей жизни Работы Будет, как и прежде, служение людям Нашему Отечеству Для меня это превыше всего От всего сердца Благодарю граждан России За вашу сплоченность За веру в то, что мы можем Многое изменить к лучшему Еще раз хочу Сказать спасибо Спасибо за тот уровень Искренней поддержки Которую вы, граждане России Оказали мне на выборах Президента нашей страны Считаю его Огромным политическим капиталом И надежной моральной опорой В этой поддержке Вера и надежда на то, что Россия и дальше Будет укреплять свое могущество А люди будут жить лучше Такая поддержка важна И для отстаивания наших позиций На международной арене И для решительных действий Ради глубоких, позитивных перемен Внутри страны Россия должна быть современной И динамичной Должна быть готова смело Принимать вызовы времени И также энергично отвечать за них Чтобы последовательно Наращивать свое лидерство В тех сферах, где мы традиционно сильны И уверенно, кропотливо Собрав волю в кулак Работать там, где мы еще должны Будем добиться нужных для нас результатов Там, где сделано еще Явно недостаточно Путь вперед не бывает простым Это всегда сложный поиск Но история не прощает только одного Безразличной и непоследовательности Расслабленности и самоуспокоенности Особенно сегодня В переломное время В переломную эпоху Эпоху бурных изменений во всем мире Задачи, которые предстоят Назревшие решения, которые нам необходимо принять Без всякого преувеличения Исторические Они будут определять судьбу Отечества На десятилетия вперед Перед нами напряженная работа Которая потребует участия всего Российского общества Деятельного вклада каждого из нас Всех ответственных политических и гражданских сил Объединенных искренней заботой о России Нам нужны прорывы во всех сферах жизни Глубоко убежден Такой рывок способно обеспечить только свободное общество Которое воспринимает все новое и все передовое И отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвичину Все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать в себе свои таланты А значит и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны Дорогие друзья В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества И сильного, дееспособного, демократического государства Вижу прочную основу для развития России Мы справились с труднейшими экономическими и социальными проблемами Осознали, что, меняясь вместе с миром, нельзя отрываться и от своих собственных корней От своей истории, многонациональной культуры Мы поняли, что вся красота и вся сила в нашей самобытности и единстве Мы научились отстаивать свои интересы Возродили гордость за Отечество, за наши традиционные ценности Опыт показывает, что и сегодня нам нужно беречь достигнутое И на этой основе, конечно, двигаться только вперёд Конечно, мы должны идти в ногу с глобальными переменами Выстраивать свою повестку прорывного развития Чтобы никакие преграды и обстоятельства не мешали нам самим И только самим определять своё будущее Воплощать в жизнь самые смелые наши планы и мечты При этом мы открыты к диалогу Вместе с нашими партнёрами будем активно продвигать интеграционные проекты Наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество Со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете Россия – сильный, активный, влиятельный участник международной жизни Безопасность и обороноспособность страны надёжно обеспечены Будем и впредь уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности Прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития Для экономического, технологического прорыва Для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное Вот что в центре нашей политики Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека Глубоко убеждён, что между большими общенациональными задачами и повседневными, казалось бы, частными проблемами, запросами граждан Абсолютно прямая связь Потому что только так можно сформировать абсолютно необходимые условия для созидания и развития И очень важно атмосферу взаимной ответственности, поддержки и доверия в обществе Каждому важно понять, что только наша активная включённость в дела страны будет умножать энергообновления Что эту работу не сделает за нас никто Что ведущая сила преобразования – это все мы – граждане России Чем больше людей, представителей любой профессии, любого социального статуса и уровня полномочий осознает значимость своей роли в улучшении жизни, тем эффективнее, быстрее будет наше движение вперёд Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек Чтобы к их предложениям, замечаниям, требованиям относились с должным вниманием Чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость стали нормой жизни для представителей всех уровней власти Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и учёных, для людей творческого труда и активных неравнодушных граждан Для всех, кто стремится к обновлению Вижу в этом залог преемственности нашего стратегического курса и устойчивого развития России Рассчитывая здесь на новые идеи и подходы, на дерзновенность нашей молодёжи, на её способность стать настоящими лидерами перемен На то, что молодые люди будут верны ценностям правды и справедливости, которые через всю свою жизнь пронесли наши старшие поколения А их знания, закалка, мудрость, опыт наставников, безусловно, будут востребованы Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за её будущее, мы обязательно достигнем наших целей Добьёмся прорывов в науке и технологии Вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сёл, развитие всех наших регионов Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи Повышать качество образования и здравоохранения Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства Чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше Добиваться ещё больших успехов, чем их родителей Уважать и продолжать историю нашего Отечества Дорогие друзья, как глава государства сделаю всё, чтобы приумножить силу процветания и славу России Чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны Мы знаем, что в 90-е и в начале 2000-х годов, наряду с давно назревшими и абсолютно необходимыми историческими переменами На долю нашего Отечества и наших людей выпали очень тяжёлые испытания Многое, но далеко ещё не всё восстановлено Не все исторические раны залечены, не все потери сложности преодолены А жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи И над их решением нам ещё предстоит напряжённо работать Времени на раскачку нет Но все мы хорошо помним, что за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний И всегда, всегда возрождалась, как птица Феникс Достигала таких высот, которые другим были не под сил Считались недостижимыми А для нашей страны, напротив, становились новым трамплином Новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперёд Убеждён, что и сегодня мы добьёмся прорыва Ведь мы одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи И пусть любовь к Отечеству Всё лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск На самосовершенствование для личного успеха Для работы ради своей семьи Вдохновляет на общий напряжённый труд для благополучия родной страны Мы обязательно добьёмся успеха Верю, так и будет Сделаю для этого всё, что в моих силах Благодарю вас Артиллерийский салют — это воинская почесть президенту, который одновременно и верховный главнокомандующий вооружёнными силами России Впервые салют в России прогремел внутри первом в 1709 году в Москве В честь победы от Полтавы И с тех пор это неотъемлемая черта государственных торжеств Именно этот дивизион даёт салюты под стенами Кремля сегодня и во время Парада Победы И в продолжении темы воинских ритуалов Президент сейчас будет переходить к Большому Кремлёвскому дворцу И через Святые Есени выйдет на Соборную площадь, где всё готово к смотру президентского полка И всё организовано так, чтобы мы с вами тоже смогли увидеть все детали этого ритуала Ура! 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 Прозвучало «Слався!» Сейчас мы вновь видим Московский Кремль, колокольник Ивана Великого И стоит сказать, что для президентского полка, смотр которого сейчас предстоит, 7 мая — день вдвойне особый Это ведь день и инаугурации, и день самого полка Дело в том, что 7 мая 1965-го, к 20-летию Победы, полк был награждён боевым орденом и стал краснознамённым Ну и более чем заслуженно, ведь это самое что ни на есть боевая часть Да, казармы в Кремлёвском арсенале, мы как раз сейчас видим Но есть и военный лагерь в подмосковной Новой Купавне Именно оттуда из Подмосковья были подняты патриоги бойцы полка 22 июня 1941-го И потом, когда угроза захвата Москвы миновала, прошедшие курсы снайперов Бойцы-кремлёвцы воевали и на Западном фронте, и на Волховском Ну а сейчас вновь красавец Московский Кремль в ожидании предстоящего смотра президентского полка Вот он, Большой Кремлёвский дворец, где он был в Кремлёвском Только что завершилась первая часть церемонии Сейчас предстоит ещё один этап Большой Кремлёвский дворец, который мы сегодня назвали символом и могущества, и силы, и гостеприимства российского государства Но помимо тех трёх с половиной тысяч людей, которые собрались в Большом Кремлёвском дворце Есть ещё полторы тысячи приглашённых Они ждут сейчас выхода президента и руководного главнокомандующего на Соборную площадь Собственно, сейчас справа на ваших экранах вы видите уже красное крыльцо Грановитой палаты Составная часть Большого Кремлёвского дворца и ту самую Соборную площадь, которую мы только что упомянули Там уже выстроен, вы видите эти коробки, президентский полк И там же находится большое количество сегодня приглашённых из числа общественников Самые разные организации Не только единороссы, прежде всего их региональный актив Особая категория – это волонтёры центрального и всех региональных избирательных штабов Путина И здесь же лидеры самых разных общественных организаций Из патриотических – Боевое братство, Ассоциация ветеранов Альфа, Ассоциация героев, Движение Бессмертный полк Благотворительный фонд памяти поколений, Благотворительный фонд Радники Отечества, Благотворительный фонд Вымпел и так далее Ну и сейчас мы видим, что президент Верховной Главнокоманды, Владимир Владимирович Путин Только что вступивший в должность президента Идёт по направлению к Соборной площади Это один из внутренних переходов Большого Кремлёвского дворца Вместе с ним адъютант президента В сопровождении начальника службы безопасности Президент Верховной Главнокомандующей Проходит через те помещения Большого Кремлёвского дворца Которые мы сегодня ещё не видели Это Кавалергарский зал, до этого он был во Владимирском Проходит в сторону Грановитой палаты И через Грановитую палату Её сеня выйдет на Соборную площадь Закончим рассказ о том, кто ещё собрался на Соборной площади Помимо патриотических организаций Здесь много молодёжных и студенческих клубов В ДСАФ, Российское движение школьников Синодальный отдел по делам молодёжи Русской Православной Церкви Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования Московский Кавказский клуб Межрегиональное движение крымско-татарского народа КРМ Татарская национальная культурная автономия Москвы Федерации еврейских общин России Союз армян России и так далее Ну а ещё профсоюзы, председатели общественных палат И впервые председатели избирательных комиссий Всех субъектов Российской Федерации Напомним, что выборы в этот раз проходили В обновлённом режиме Избирательные комиссии сыграли большую роль Президент появляется на Соборной площади Соборной площади Соборной площади Приборной площади Приборной площади Соборнусь Играя Бург Товарищ президент Российской Федерации, президентский полк в честь вступления в должность президента Российской Федерации построен. Командир президентского полка, полковник Филякин. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю с 82-й годовщиной со дня образования полка. Ура! 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 Полк к ноге! Больно! Полк! Раняйсь! Верно! К торжественному маршу! Поротно! На одного линейного дистанции! Направо! На плечо! Равней направо! Шаги! Парш! Парш! Позже сказали, что сегодня день этого полка, действительно, 20-летие победы. В 65-м году он стал краснознаменным за свои заслуги в годы Великой Отечественной войны. Хотя, конечно, родословно этого полка можно вести и от княжеских дружин Древней Руси, и царских стрельцов, и императорской гвардии, и кремлевских курсантов. А вот из батальонов полк спец назначение он был преобразован в 1936 году. Поэтому сейчас прозвучало поздравление с 82-х летием. Мы уже говорили о боевом пути кремлевцев, но, конечно, у этого полка есть особая, можно даже сказать, дипломатическая функция. И сейчас, под годовщину Победы, на экранах опять много хроники, и видно, как всматривались в лица солдат и офицеров именно этого полка Черчилль и Рузвельт, пытаясь понять загадочную душу России. И еще одно отличие президентского полка. В его состав входит почетный кавалерийский эскорт. Это нам еще предстоит увидеть. Он был создан на базе 11-го отдельного казачьего кавалерийского полка. Ну и напомним, что уже буквально через два дня, 9 мая, день Победы, когда предстоит грандиозный парад на Красной площади. Хотя, конечно, именно этот полк можно считать законодателем МОД. И еще не только о форме, а именно о этой строевой выучке. Это такой эталон для всех российских вооруженных сил. Конечно, когда звучит команда «Ровняйсь смирно», там сердце замирает. Это ровный совершенно ряд и чеканный шаг, который можно увидеть только на парадах на Красной площади. Сейчас мы видели и тех самых приглашенных гостей, о которых поговорили полторы тысячи человек. Сейчас собрались на Соборной площади. И, собственно говоря, картинки, кадры говорят сами за себя. Очень многие из них это молодые люди. Мы пообщались с ними до начала церемонии. Представлена вся страна. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Юг, Северо-Запад, Центр России. Сидна, вся-вся страна. Очень много молодежи. Сидна, вся-вся страна. И вот это... Кавалерийский эскорт. Да, почетный кавалерийский эскорт, который создан на базе 11-го отдельного казачьего кавалерийского полка. Как раз он выдвигается на Соборную площадь со стороны Успенского собора. Мы уже говорили о том, что на этой церемонии нет никаких мелких деталей. Даже подковы у лошадей особенные сделаны специально так, чтобы издавать необычный цокот капут по брусчатке. Точнее даже сказать, нету непродуманных деталей. Хотя, как показала сегодняшняя трансляция, несмотря на то, что церемония проведения, церемония инаугурации является уже эталоном, все-таки нововведения сегодня были. Возможно, самый исторический пятачок всего Московского Кремля. Успенский собор, Грановитая палата. Слева Архангельский собор. Там похоронены правители России прошлого. И самое раннее захоронение – это Иван Халита. Действительно, сразу много-много веков российской истории сходится здесь на этой... Редактор субтитров А.Семкин